Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Пьер Поль Пюже – французский живописец, скульптор, архитектор и инженер. Представитель французского классицизма эпохи большого стиля в годы правления короля Людовика XIV. Вместе с другими французскими скульпторами работал над украшением Версальского парка. Дядя и учитель культура Кристофа Верье. Я пользуюсь Википедией. Пьер Пюже родился в семье марсельского каменщика в рабочем районе Панье в Марселе. 16 октября 1620 года стал учиться резьбе по дереву. Начал свою карьеру в возрасте 14 лет, вырезая деревянные украшения для галер, которые строили на верфях Марселя. В 1640 году в возрасте 18 лет, взяв с собой инструменты, он отправился морем в Ливорно, а затем в Флоренцию в поисках мастерской, в которой мог бы работать резчиком или скульптором. Вызвал несколько декоративных панно во Флоренции, а затем, получив хорошую рекомендацию своего работодателя, отправился в Рим и представился живописцу римского барокко Петро де Картона. Помогал Петро де Картона в росписи потолков Палацио Барберини в Риме, Палацио Петти во Флоренции. В 1643 году Пюже возвратился во Францию, выполнил тулонную модель военного корабля. Затем вторично провел несколько лет в Риме и, вернувшись оттуда, в 1653 году Марсель привнес в искусство местных мастеров вкусы итальянского бару. Смерть гранд-адмирала в 1646 году положила конец его работе в области корабельного декора. Он стал заниматься живописью, в основном писать картины на религиозные сюжеты в стиле Карачи и Рубенса. В 1650 году Пьер Пюже жил в Тулоне, там и женился. В 1655 получил свой первый важный заказ на скульптурное украшение входа в ратушу Тулона. В 1659 снова работал в Риме, его репутация распространилась за пределы Италии и Прованса, и он был приглашен в Париж. В 1660 получил заказ от Николя Фукея, суперинтенданта финансов Франции, на создание скульптуры для нового сада Фукея, включая статуи Геракла, личного символа министра. Фукея отправил Пюже в Геную, чтобы отобрать блоки наилучшего мрамора. В 1660 году Пюже отправился в карьеры по добыче карарского мрамора, где выбрал нужный ему мрамор. И в Геную создал статую, которая стала известна как Геркулест Гальский. 5 сентября 1661 года министр Фукея по приказу королев был арестован и заключен в Бастилию по обвинению в том, что использовал государственные средства для собственных нужд. Статуя, заказанная для Фукея, позднее была отправлена в Шато-де-Со, более скромную резиденцию Кальбеера, но не находится в Лувре. После этого Пюжея снова работал в Италии, подолго посещая Рим Геную, занимаясь украшениями военных кораблей. В 1671 году вошел в группу скульпторов, которым министр Кальбеер поручил украсить скульптурами сады Версаль. Позднее пал в немилость. Вероятно, его чрезмерно экспрессивный стиль перестал соответствовать изменившейся эстетике королевского двора. Произведение Пюже характерной энергии и экспрессии, несколько театральными позами и жестами изображаемых фигур, свойственными эстетике большого стиля эпохи правления короля Солнца Людовика XIV, в котором необычным образом соединились элементы классицизма и барон. Его творчество высоко оценил живописец французского романтизма Ежен Делакруа и во многих отношениях ставит его в один ряд с античными мастерами. По мнению Делакруа, Пюже является величайшим гением в области скульптуры всех временных народов, который был незаслуженно забыт. Пюже умер в Марселе 2 декабря 1694 года в возрасте 74 лет. Вот так вкратце из Википедии о французском живописце, скульпторе, архитекторе Пьер-Поль Пюже. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok